Здравствуйте! Сегодня мы с вами еще раз поговорим об указателях и рассмотрим, как указатели связаны с массивами. Вспомним, что такое указатели, что такое адреса, как можно использовать указатели в качестве аргумента функции. Рассмотрим указатели массива и массивы указателей. Мы знаем, что переменная в программе – это объект, который имеет имя и значение. По имени мы обращаемся к переменной. Можем получить значение, либо же изменить ее значение. Указатели – это переменные, значениями которых являются адреса других переменных. То есть указатели описывают расположение переменной в машиной памяти. Для того, чтобы указать указатель, мы даем имя указателю, перед именем ставим звездочку. Символ звездочка обязательно используется при объявлении указателя. И указываем тип. Тип – это тот тип переменной, адрес которой может храниться в указателе. Если же мы хотим взять конкретный адрес, по которому хранится переменная, мы используем знак унарный оператор-амперсант. Например, мы объявляем указатель ПД, который указывает на переменную типа ДАПЛ. Переменная типа ДАПЛ Д имеет значение 3,14159. То есть мы по адресу, где будет храниться ДАПЛ 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 ДАП а указатель, он всегда меньше, он занимает 4 байта памяти. Но такое количество памяти уделяется под указатели на 32-разрядных компьютерах. Это вы все знаете с прошлого урока. Также на прошлом уроке мы сказали, что указатели можно использовать как аргументы функции. Вообще, когда мы говорили про функции, мы говорили, при обращении к функции с фактическими параметрами, мы можем передавать параметры по значению. В таком случае функция получает копии аргументов, не сами аргументы. И как бы ни меняли мы эти значения внутри функции, в основной программе значения аргументов остаются неизменными. Если же мы хотим изменить значение аргументов функции, то мы должны фактические параметры функции передавать не через копию, не по значению, а по адресу. То есть аргументы должны быть декларированы как указатели. Если указатель на переменную является аргументом функции, то внутри функции становится известен адрес этой внешней по отношению к функции переменной, что позволяет работать с этой переменной, в том числе изменять ее значение. Например, найдем площадь и периметр треугольника, заданного своими сторонами АВС. Для этого мы создадим функцию, которую назовем триангул. Функция будет возвращать булевый результат – true или false. Функция вернет false, если треугольник со сторонами АВС существовать не может, а треугольник не может существовать, если какая-либо из сторон окажется больше суммы двух других сторон. Это из математики школьного курса вы знаете. И треугольник вернет true, если он существует. А уже внутри функции мы найдем площадь и периметр этого треугольника, и основная программа сможет обратиться по адресу, где хранятся результаты наших вычислений. Для решения задачи мы используем такие формулы, как формула периметра – это сумма трех сторон, полупериметр – это периметр пополам. Для определения площади мы используем формулу Герона. И для того, чтобы проверить, существует треугольник у нас или не существует, мы используем такие неравенства. Любая сторона, то есть сторона АВС должна быть меньше суммы двух других сторон треугольника. Рассмотрим программу. Здесь я подключила модуль CMAF, так как мы будем использовать эскорты. Наша функция, которая называется триангл, вернет нам булевый тип, то есть true либо false. Эта функция имеет пять аргументов. Первые три аргумента А, В, С, булевого типа double, то есть вещественного типа – это стороны нашего треугольника. Два других аргумента – это указатели. Указатели, где будут храняться результаты наши. Это результат периметра и результат вычисления значения площади. Тело функции. Тело функции начинается с проверки условия. Если одна из сторон А или В или С больше суммы двух других сторон, то функция вернет значение false, и на этом прекратится ее выполнение. То есть дальше ничего работать не будет. Если же треугольник существует, и А окажется меньше, чем В и плюс С, а В окажется меньше, чем А плюс С, и С окажется меньше, чем А плюс С, то мы находим полупериметр по формуле сумма трех сторон, деленная на 2,0. Находим значение периметра. То есть мы здесь немножко по-другому сделали. Мы нашли периметр, разделили пополам, и обратно полупериметр умножили на 2, то есть получили периметр. Вот значение периметра мы записали по вот этому адресу. Теперь нашли площадь треугольника по формуле Герона, и это значение записали по вот этому адресу. Функция вернет значение true. Но мы будем знать вот эти адреса, так как мы с ними обращаемся. Теперь в основной программе мы объявляем, что у нас есть три стороны треугольника RST, объявляем, что у нас есть периметр и площадь. Вводим значение RST и говорим, если треугольник со сторонами RST адресом, где хранится периметр, и адресом, где хранится площадь, равен false, то есть не существует, выведем соответствующее сообщение. Такого треугольника не существует. Иначе, если эта функция вернет значение true, то есть такой треугольник существует, и нам вот эта функция все посчитала, то мы говорим, сообщение выводим периметр, и вот обращаемся к P, а здесь мы взяли адрес, где хранится P, то здесь будет конкретное число из этого адреса. Площадь, конкретное значение площади, которая находится здесь по этому адресу. Как прогнали мы эту программу? Мы ввели три стороны, 3, 4, 5, и программа нам выводит периметр такого треугольника, равен 12, площадь равен 6. Если же мы введем три стороны, 1, 5, 9, то явно такого треугольника существовать не может, так как 9 больше, чем 1 плюс 5, и программа выведет значение, такого треугольника не существует. Еще раз вернусь к программе. Вот здесь мы, когда обращались к функции, вот триангл, RST, здесь мы передавали значение по копию, по значению аргумента. То есть в самой программе это не меняется, здесь мы не меняли АВЦ, здесь роль не поменяется в основном программе. А вот здесь мы уже обращаемся по адресу. То есть вот это, то, что хранится по этому адресу, оно доступно нам как из основной программы, так и под программой функции. Указатели очень удобно использовать при работе с массивами. Так как мы говорили в самом начале, что массив – это последовательность элементов, и имя массива хранит адрес первого элемента массива, то можно сказать, при объявлении целочисленного массива А в размерности 10, то есть состоящее из 10 целых чисел, мы можем использовать указатель на целое число и указателю присвоить значение адреса первого элемента массива. То есть когда мы объявляем целочисленный массив в размерности 10, то мы выделяем память для 10 элементов, причем вот в А заносится адрес первого элемента массива, а остальные просто через ВИП мы будем обращаться. Поэтому вот адрес PI, можно сказать, это адрес первого элемента массива. Тогда PI плюс 1 – это адрес следующего элемента массива. Если плюс 2, то это адрес третьего элемента массива. В целом, если мы хотим указать на IT элемент после этого элемента, то мы говорим PI плюс PI плюс I – это указывает на IT элемент после адреса PI. Ну и минус, то есть если мы будем делать плюс, у нас двиг будет по адресу вправо, и если минус, то у нас двиг будет влево. Вот здесь вот пример присваивания. Если я взяла адрес PI, а у нас был адрес первого элемента массива, я прибавила 1, это получается уже он будет указывать на следующий, на второй элемент массива. Я говорю, ему присвоить значение 0 – это равносильно, а первое равно 0. То есть сюда я занесу значение 0. Различия между указателем и массивом. Указатель – это переменная. А имя массива – это константа, равная адресу элемента с индексом 0. То есть, например, если мы объявляем целочисленный массив А размерности 10 и указатель на целочисленную переменную, то присваивание PI, равное А, допустимо, так как в имени хранится адрес первого элемента. Обратите внимание, не в самом массиве, а лишь в имени массива хранится адрес первого элемента данного массива. PI++ тоже допустимо. Мы перешли к следующему элементу. А, равное PI, недопустимо, и А++ тоже недопустимо. ЕА – это имена, то есть адреса первых элементов массива. Почему не последние два недопустимы, а первые два допустимы? Это связано с тем, как выделяется память при объявлении вот этих вот двух перемен – указателя и массива. Когда мы выделяем память под массив, то память выделяется сразу фиксировано, сразу по 10 элементов. Поэтому мы не можем менять значение вот здесь вот никаким образом. А когда мы выделяем память под указатель, то он выделяется динамически в ходе работы программы. Поэтому, в принципе, мы можем использовать указатели в левой части выражения и менять их значения. Напомню, что при работе с указателями можно использовать адресную арифметику. То есть указателям можно присваивать значение другого указателя, но такого же типа. Почему такого же типа? Для указателя выделяется определенное количество памяти. То есть квадратик большой, либо квадратик маленький. Указателям можно прибавлять и вычитать целые числа. То есть у нас будут сдвигатели либо справа, либо влево. Из одного указателя можно вычесть значение другого указателя, если они ссылаются на элементы одного и того же массива. То есть если у нас П указывает на элемент массива, например, нулевой элемент, К будет указывать на элементы последнего массива. и П при этом меньше, чем К, то К минус П – это число элементов от П до К. То есть сколько у нас будет адресов между первым и последним элементом массива. Указателям можно присваивать значение, равное нулю, либо сравнивать на равенство с нулем. То есть нул. Нул означает, что указатель никуда не указывает. Просто имеется и все. Указателям, ссылающимся на элементы одного и того же массива, можно применить операцию сравнения. Равно, не равно, меньше, меньше, равно, больше, больше, равно. То есть равно, не равно – указывает на один и тот же адрес или не указывает на один и тот же адрес. Меньше, меньше, равно – это означает, встречается ли он раньше или же он встречается позже. То есть выражение П меньше К будет истинно, если поуказывать на более ранний элемент массива, чем К. Рассмотрим небольшую программу. Здесь мы объявляем три целочисленные переменные, причем первый – это целочисленный массив А размерности 10 и два указателя на целый тип. В цикле мы заполняем наш массив значением И, то есть А нулевой у нас будет 0, А первая будет 1, а девятая будет 9. Теперь мы говорим П – это адрес, который содержит значение первого элемента массива. Далее мы выводим значение имени массива А. Вот А без ничего, тут здесь имя массива. И значение нашего указателя. Так как указатель берет адрес первого элемента массива, то А и П должны указывать на одно и то же значение. Далее мы выводим элементы массива, причем мы выводим элементы массива тремя способами. Первый способ, он вам знаком, это используем индексацию. Стандартно в цикле от нуля до десяти, если не включая, мы выводим значение А и Т. Используем имя массива. Здесь мы выводим А плюс И, это как у нас И каждый раз будет сдвигаться. И мы указываем, как указатель, вот тут у нас будет адрес первого элемента, и каждый раз он будет сдвигаться на И. Просто использование указателя, это через П. То есть практически одно и то же, первое и последнее. Потом мы сговорим, что К возьмет адрес того, где хранится последний элемент массива. Мы выведем значение П, выведем значение К, выведем значение разности, так как у нас это целочисленные типы. Выведем значение уже потому, сколько выделилось в памяти. Изменим указатели адреса. П увезвинем на один адрес вправо, а К на один адрес влево. И обратно используем К минус П. Посмотрим, что мы сейчас получим. Значение имени массива А равно 0135ФАЕ8. То есть вот это адрес, по которому хранится первый элемент массива А. Значение указателя. Указатель мы только что говорили, что П равно адрес нулевого элемента А. То есть он должен совпасть. Он у нас совпал. Теперь элементы массива. Вот это мы используем индексацию. Стандартным образом вывели элементы массива, то, как вы до этого выводили всегда. Вот это мы использовали имя массива, указывали на имя массива, и использовали сдвиг. Вот этот способ. И третье мы использовали указатели. То есть указывали, что то есть указатель со сдвигом, так как это циклически мы не выводили. Но результат везде одинаковый. Теперь первый элемент массива указательный, первый элемент массива имеет вот такой адрес, он совпадает с адресом. Последний элемент массива имеет такой адрес, Q минус P 9, так как между этими двумя адресами у нас 9 элементов. Теперь int Q минус int P это 36. 9 элементов, каждый элемент по 4 байта, так как int содержит 4. Это будет 36. Теперь плюс плюс P это вот такой адрес. Вот здесь вот можно проверить. Так как у нас P было, адрес был последний 8, плюс 4 байта. Это будет 9, первый байт. Второй байт, это вместо 10 будет уже A. Третий байт вместо 11 будет B. И четвертый байт вместо 12 будет C. То есть адрес получается 0,1, 35, F, A, E, C. Так как это 16-серечная система, все числа, которые после 9 у нас именуются буквами. Минус Q это сдвиг влево на один адрес. А один адрес это 4 байта. То есть из C мы отнимем 4 байта, у нас получится 8. Тогда разница Q минус B, когда произошел сдвиг вправо и сдвиг влево, станет 7. Мы знаем, чтобы выделить динамическую память под переменную, мы используем оператор Neumon. Инструкция, да, мы выделяем память под переменную типа T, и адрес этой адресы присваиваем переменной PD. Теперь вот все, что хранится по этому адресу, можно использовать туда, можно заносить любую информацию. К примеру, занесли SQRT из трех, вывели значение, которое хранится по этому адресу. Через DELETE мы можем освободить память, которую выделили динамически. То есть DELETE PD. То есть теперь PD можно использовать для других целей, там ничего не хранится. Ну и память, которую мы освободили, с помощью DELETE также можно повторно использовать под объекты, создаваемые оператором Neumon. То есть если мы еще раз делаем Neumon, может быть нам компилятор выдаст адрес другой какой-то, а может быть вот то, что мы только что освободили. Если мы хотим динамически выделить память под массив, а так массив состоит не из одного элемента, а из несколько, то нам нужно указать в нее и обязательно квадратные скобки. Например, здесь мы создаем динамический массив, так как это нее, состоящий из 80 символов типа чара. И этот массив мы сказали, что это S. То есть еще раз мы указываем тип указателя, указатель назвали S, и выделяем память под 80 символов. Для удаления динамических массивов мы также используем DELETE, но обязательно в квадратных скобках. Освобождается, например, DELETE, так как мы выделяли под S, мы освобождаем S, но перед S мы указываем в квадратных скобках, то есть не один участок памяти, не один адрес, а все адреса, которые были выделены, то есть 80 адресов. Нужно знать или помнить, что при освобождении памяти, выделенной оператором U, операторы DELETE и DELETE с скобками должны иметь возможность определять размер удаляемого объекта. Это обеспечивается тем, что под динамический объект выделяется памяти на одно слово «больше». И в этой памяти, по этому адресу, будет храниться размер объекта. С помощью оператора NEW, из скобки, можно создавать массивы, размер которых определяется в ходе работы программы. Еще разок. Для того, чтобы выделить память под массив, мы указываем тип указателя, говорим, что это указатель, имя указателя равно NEW, тип элементов массива и размер массива. Например, вот здесь три примера. Мы создаем динамический массив, состоящий из четырех элементов. Почему динамический массив? Потому что мы говорим… Массивы, кстати, называются N1, N2, N3. Это целочисленные массивы. Здесь мы выделили память под четыре целых числа. Но в этом массиве, который из четырех целых чисел, у нас хранится мусор. Его не почистили. Вот здесь мы также выделили память по четыре целых элемента массива. Но так как мы указали круглые пустые скобки, по умолчанию здесь будут храняться нули. В третьем случае мы выделяем динамический массив, память под массив, по четыре элемента. И заносим значение. Нулевой элемент массива у нас будет иметь значение 1, первый элемент 2, второй элемент 3 и третий элемент 4. Здесь нужно иметь в виду, если вдруг элемента в фигурных скобах окажется больше, нежели мы указали, сколько необходимо выделить памяти, то мы не сможем создать динамический массив. У нас здесь просто произойдет ошибка. Если же окажется элементов меньше, чем мы выделили памяти, то оставшиеся элементы просто заполнятся нулями. Рассмотрим на примере, как это выглядит. Мы описываем целочисленную переменную n. Это будет наша размерность массива. До сегодняшнего дня, когда вы работали с массивами, мы выделяли, при объявлении массива указывали четко, сколько элементов массива у нас будет. 5, 10. Мы могли взять больше, чем нам нужно забронировать, а потом поменьше вводить. Здесь мы сразу можем сказать, что у нас будет n элементов. Мы вводим это n. Теперь мы говорим выделить память под n целых чисел. Это у нас будет означать, что у нас будет динамический массив, который я назову p. Теперь, далее, так как у нас под динамический массив, я с ним могу работать как с обычным массивом. В цикле я ввожу элементы обычного массива. Далее в цикле я ввожу этот массив. Потом говорю, что сумма элементов массива у меня 0. Обратно в цикле пробегаю по всему массиву, суммирую, вывожу и освобождаю выделенную память. То есть, например, я ввожу n равна 5, ввожу 5 элементов массива. Это вот здесь вот было. Дальше я вывела эти элементы массива. Потом нашла сумму. Сумма у меня 26. Освободила память, это у вас никак здесь не проявится. Ну и, в принципе, на этом моя работа. Работа моей программы завершена. Так как существуют не только одномерные массивы, но и двумерные массивы, мы также можем создать двумерный динамический массив. А мы помним, что двумерный массив – это одномерный массив одномерных массивов. То есть, при создании двумерного динамического массива мы указываем тип указателя, дальше две звездочки, имя указателя, выделяем память под тип элементов массива, обязательно говорю, что это указатель, и указываем, сколько у нас строк. Дальше для каждой строки необходимо создать одномерный массив. То есть, в цикле, сколько у нас будет строк, столько указываем цикл. Мы берем имя указателя, вот это вот имя указателя, с индексом i, для каждого такого указателя мы выделяем память, столько-то такого-то типа, и сколько столбцов, то есть, сколько элементов у нас в строке будет. При высвобождении памяти под двумерный массив, который был выделен раньше, мы также в цикле для каждой строки удаляем, высвобождаем память, указываем, что это массив, далее мы указываем указатель и номер строки. То есть, таким образом, мы для каждой строки удаляем значение элементов, высвобождаем память, которая выделена была для элементов данной строки. Например, объявляем целочисленные перемены n, m, это n – размена строки, m – размена столбца. Вожу n, вожу m. Дальше говорю, выделить память под динамический двумерный массив, я выделяю память, он целочисленный, каждая строка у меня целое число, но каждая строка состоит, вот строк у меня n, каждая строка – это будет указатель, динамический массив. Теперь в цикле, вот сколько строк было, от нуля до n, я выделяю память для каждой строки P и T, а в строке у меня m элементов, m столбцом, поэтому будет выделяться m, участков памяти для m целых чисел. Дальше работаю с P, как с обычным двумерным массивом. P и T, G, в цикле я ввожу элементы вот этого массива, дальше я вывожу элементы этого массива, просто чтобы посмотреть, что у меня получилось. Дальше я говорю, сумма равна нулю, целочисленная, и обратно, как в обычном двумерном массиве, я нахожу сумму элементов этого массива, вывожу эту сумму. Далее нахожу сумму элементов в каждой строке массива. Для этого я беру строку, то есть цикл по I, говорю, для каждой строки сумма 0, потом беру цикл по G, то есть в этой строке прохожу по всем элементам, суммирую, вывожу результат суммы, вот он у меня, и закрываю фигурную сумму. Что здесь фигурная сумма? Я его здесь открыла, здесь закрыла, то есть внутренний цикл – это сумма элементов строки, внешний цикл – это сначала мы обнуляем сумму, потом находим сумму элементов одной строки, потом выводим на экран эту сумму. Далее в цикле я освобождаю память, которую выделила ранее, вот через нее. Здесь я, после того, как я освободила память, то есть там у меня ничего не хранится, я попытаюсь обратно вывести массив, у меня здесь ошибки не будет, но он будет выводить всякий мусор, так как у меня здесь уже ничего нет, я все почистил. Каков результат работы программы? Я говорю, что у меня будут три строки, два статуса. Для первой строки я ввожу числа 10-20, для второй строки 15-35, и для третьей строки 100-150. Вот он мне вывел массив в общепринятом виде, говорит, что общая сумма элементов массива – это 330, сумма для первой строки – 30, сумма для второй строки – 50, сумма для третьей строки – 250. А это он мне вывел массив после того, как я уже вот это вот освободила, вот это тот мусор, который у меня хранился по умолчанию. При работе с динамической памятью следует быть внимательным, чтобы не допустить ситуацию, когда память выделяется динамически, но не освобождается. Это приводит к уменьшению доступности свободной памяти. Ну, хоть в наше время это и не проблема – свободная память, но тем не менее, ну, это не совсем корректно, скажем так. Правила хорошего тона требуют, чтобы память все-таки мы высвобождали. Хотя при закрытии программы память автоматически высвобождается. Такое явление, когда мы память не высвобождаем, называют утечкой памяти. И если мы одной программой захватываем довольно большой объем памяти, то данный процесс может замедлить в выполнении других программ. Вы учитываете, что мы же захватываем память оперативную, поэтому иногда оперативка бывает, ну, небольшой, скажем так, и неправильная работа с памятью влияет на скорость работы других программ. Помимо того, что мы могли указывать на массивы, мы можем использовать массивы указателей. То есть указатели, как и любые другие перемены, мы можем группировать массивы. Например, данная программа объявляет указатель массива, вернее, массив указателей. Да, вот я говорю, у меня есть массив, этот массив, это массив указателей на тип чар. Значения я не ввожу, я сразу их задала. Это строки, так как чар со строками мы поработаем чуть позже, но здесь, чтобы было немножко понятнее вам. Первый элемент массива будет содержать текст, неверный номер массива. Далее каждый элемент массива будет содержать имя месяца. Дальше. Объявляю целочисленную переменную в МАНФ. Эта перемена будет хранить номер месяца. Мы его будем вводить в клавиатуру. Теперь, если номер месяца лежит в интервале от 0 до 12, причем больше, чем 0, то мы говорим, что взяли указатель с этим номером месяца, а здесь у нас хранится название какое-то, и мы это название выведем на экране. Иначе мы выведем то, что хранится под нулевым адресом, а здесь у нас текст неверный номер массива. То есть, если я ввожу, например, номер массива 5, мне выведет это май, а если я введу 15, он скажет неверный номер массива. Итак, сегодня мы с вами еще разок посмотрели, что такое указатели, как можно взять адрес, по которому хранятся перемены, для чего нужны указатели, посмотрели, как работать с указателями при обращении к функции с фактическими аргументами, и рассмотрели, как можно создавать динамические массивы, одномерные и двумерные. На экране вы видите вопросы для самоконтроля, ну и список рекомендуемой литературы. На этом сегодняшнее наше занятие завершено. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!